Довольны ли вы внешним видом своих дворов? Скорее всего, нет. Сталкиваясь, казалось бы, с незначительными проблемами, мы все испытываем недовольство и раздражение. Жители микрорайона Лиас, города Ликино-Дулёва, рассказали нашим корреспондентам о том, что каждый день портит им настроение. Недовольство жителей микрорайона Лиас копилось не один день. Уже несколько лет жильцы дома 26А на улице 1 МА испытывают неудобства из-за соседства с магазином. Каждый день к ним во двор приезжают разгружаться фуры. Чтобы попасть домой, люди вынуждены или подолгу ждать, или форсировать большую лужу. Обращение в местную администрацию проблему не решили. Это дом с встроенным магазином и уже сформированным участком или территорией для подвоза товаров. Это же не новая пристройка. И, соответственно, каких-либо согласований с кем-то при подвозке товаров не требуется. Что касается металлоконструкции, если это строение какое-то, то, конечно, требуется разрешение специальное для того, чтобы строение сделать. Если это не строение без фундамента, то надо смотреть документы на земельный участок. Если там есть территория, по которой она отведена, то, в принципе, они имеют право без фундамента ставить что-то для того, чтобы там, в том числе, где-то свои отходы, допустим, складировать, соблюдение всех норм. По данным улицам нарушений нет. Недовольны жильцы и детской площадкой во дворе, которая в сырое время года превращается в болото. Тут бежать, вот дети бегают, вот испотыкаются и падают ноги, руки ломают. Смотрите сами, видите. Соседство игрового комплекса с карманом для автомобилей активистам также не по душе. Любая детская площадка, которая установится во дворе дома, она согласуется с жителями. И без согласования жителей ни в какое место она не ставится. Контроль за состоянием и, естественно, уход за ними, само содержание должно осуществлять и управление компанией. Площадки можно ставить с любым, ну, два покрытия вида есть. Это песчаные, либо, соответственно, резиновые покрытия. У нас с 2016 года либо одна, либо вторая ставится. Понятно, в некоторых случаях, если не смотреть за территорию, как я говорю, управление компанией, то, конечно, идет зарастание песчаные. Резиновые – это площадки дороже гораздо. И, естественно, тогда возникает вопрос другого рода. То, что если мы ставим их по семь в год, иногда по девять ставили, то тогда придется ставить две или три. У жителей других домов микрорайона тоже есть вопросы к администрации. Их беспокоит проблема беспризорных собак. Правда, пока одни подкармливают животных и говорят о защите, другие требуют отстрела. Собаки набросились на первоклассницу, на девочку. Я была очевидцей. Еле отогнали. Мы вдвоем не могли их отогнать. Они стали кидаться, лаять. Она вскочила на это колесо, там вот это вкопанное вскочило. Она испугалась, заплакала. Так мы с ее мамой, мама там замешкалась что-то немножко, а я сидела на лавочке, мы не могли отогнать вдвоем. Целые стаи, их семь штук. С 2015 года, в соответствии с законами Российской Федерации, уничтожение бродячих животных, в том числе собак, не допускается. И можно только совершать их отлов, соответственно, затем стерилизацию, лечение. И если никуда их поместить невозможно, то их возвращают в то место, в тот ареал обитания, откуда были взяты. С 1 января этого года, с законом Московской области, полномочия совместно с финансами, переданы на уровень городских кругов и муниципальных районов. В настоящее время, значит, мы вот часть этого года осуществляли такую работу по отлову собак, контракт на свой спорт заключен. Но сейчас эту работу проводит муниципальное предприятие, Аризуевский муниципальный район. Мы отправляем заявки, полиция, то есть да, все обращения идут туда. Еще одна наболевшая проблема горожан – это раскопки теплосети. С приходом осени на улице 1 мая началась активная работа по замене сетей, из-за чего несколько домов систематически остаются без горячей воды и тепла. Почему ремонт делают в отопительный сезон, нам пояснил главный инженер МУП «Теплосеть». В первую очередь это будем человеческий фактор. Фактор в том, что все работы по перекладу трубов выполняли своими силами, без привлечения сторонних организаций. С начала окончания отопительного периода мы полностью занимаемся заменой трубопроводов. В общей сложности мы поменяли уже более, где-то в районе более 70 километров труб. В микрорайоне Лиас, будем говорить, это у нас крайние работы, раскопки, которыми мы занимались. И вот сегодня все это заканчиваем, приводим в порядок, изолируем трубы, обрабатываем их, чтобы продлить им срок службы. Всего рабочие заменили 4 ветки трубопровода протяженностью 300 метров. За время плановых отключений жители вправе требовать перерасчет. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию. К слову, работа УК тоже вызывает у жителей много нареканий. Но это уже, как говорится, другая история.